Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я и зовут меня Саша Лебедев, и мы поговорим о Борисе Акунине и его новом романе «Планета вода». Борис Акунин – российский писатель грузинского происхождения, настоящее имя которого Григорий Чертишвили. Может быть, кто-нибудь об этом не знал. В начале 2012 года Акунин сделал заявление, что именно он является автором произведений, издававшихся еще под двумя псевдонимами – Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Также писатель очень много работал в качестве переводчика, литературоведа, ученого-япониста Акунин, автор многих проектов, но самую большую популярность он приобрел в качестве одного из ярких представителей современного русского детектива. Самое известное его произведение – цикл детективов о талантливом дворянине Эра Стефандорине. Именно об одном из них мы и расскажем в сегодняшнем выпуске. Это новый роман Акунина «Планета вода», являющийся новинкой книжного фонда Дворца Книги, который пополняется ежемесячно. Самые актуальные, модные, популярные авторы и книги разных отраслей попадают в фонд Дворца Книги. И если вы хотите повлиять на то, какие издания будут приобретаться в библиотеку, то заполняйте заявку на сайте уонб.ру или в отделе статистики библиотеки, и тем самым вы сможете принять участие в формировании фонда Дворца Книги. Что на свете счастья нет, Фандорин усвоил еще в ранней юности. Судьба объяснилась с исчерпывающей ясностью. Но покоя и воли на свете больше тоже не было. Их собрал с собой год, который заканчивался сегодня. Самое первое и самое последнее утро 1912 года по антуражу почти полностью совпадали. 1 января Эраст Петрович тоже ехал в поезде, только тогда с театральных гастролей, а сейчас с кинематографических съемок. Вот и вся разница. Но спутники были те же и постукивали вагонные колеса, звякала ложечка стакан с чаем, и за окном простирался скудный зимний пейзаж. Жена также безумно поговорила и вряд ли что-нибудь более умное, но январский Фандорин, в отличие от декабрьского, слышал и видела ее иначе. Год назад ему, чертову идиоту, казалось, что он всю жизнь ошибался и что счастье все-таки есть. Воистину красота это светофильтр, вмонтированный во взгляд смотрящего, а вовсе не характеристика объекта, на который этот взгляд устремлен. Фильтр называется влюбленность. Его функция замутнять остроту зрения и порождать оптический обман. Но фильтр выпал, острота зрения восстановилась. И стало видно то, что казалось непосредственностью отсутствия ума, живостью, капризный характер и искренностью актерства. «Право в польском шипении есть нечто злобное», — шепнула жена, когда официант с леденящим пше прашем подал тарелочку с маслом и отошел. «Они нас, русских, не любят». Слова сопровождались обворожительной улыбкой, потому что официант на ходу обернулся. Утомительный актерский инстинкт во что бы то ни стало нравится всем встречным поперечным, даже если этот кто-то совсем случайный и мимолетный. «За что же им нас любить?» — Вяло спросил Фондорин и ткнул вилочки в лом тексира. «Была страна Польша, мы ее захватили и превратили в какой-то безличный привесленский край. Но вы забыли, что поляки первые хотели нас захватить. Они взяли в плен русского царя и патриарха». Поставленный голос зазвенел, все заоборачивались, и жена расстрела на глазах. Она обожала быть в центре внимания, а тут представилась отличная возможность покрасоваться. «Элиза» возвращалась со съемок исторических фильмов, которые готовили к трехсотлетию дома Романовых. Играла порочную паненку, которая пытается склонить патриарха Филарета к капитуляции перед римским папой. Роль не очень большая, но эффектная. И иезуитскую темницу, и вообще всю польскую часть снимали в Ченстаховой, где превосходные локации и готовые декорации». В конце 20 века в отечественной билетристике значительным событием стало появление первого романа об Эрасте Фондорине «Азазель». Но первый роман «Азазель» своего читателя нашел не сразу, и критики объяснили это тем, что тираж вышел с неброской обложкой. После того, как обложку поменяли, книга разошлась на ура, и с той поры Эраст Петрович Фондорин стал главной фишкой писателя Бориса Акунина. Автор сделал так, что главный герой его романов появился на свет ста годами раньше самого Акунина в 1856 году. Наблюдательный и умный потомок, разорившегося дворянского рода, невероятно удачливый в азартных играх, особенно в русской рулетке, стал излишне отстраненным в эмоциях после смерти любимого человека. Для писателя его герой был абсолютно живым человеком. Акунин посвятил Фондорину целую серию своих произведений. «Планета вода» также входит в знаменитый детективный цикл об Эрасте Фондорине. Это уже 14-я книга о приключениях Эраста Петровича. В этой книге он предстает перечитателями пожилым господином, хотя он и не намерен сдаваться и ведет активный образ жизни, насыщенный разными приключениями. Он по-прежнему красив и импозантен, что привлекает к нему противоположный пол. Фондорин ведет себя легкомысленно с женщинами, без раздумий расставаясь с подругами и находя новых. Однако дружбой он дорожит и не разбрасывается ей. Вступая в брак, влюбленный Ераст Петрович пообещал, что будет сопровождать жену во всех поездках и уже больше года-то таскался за нею на гастроли и на съемки, чувствуя себя то ли рабом, прикованным к скамье галеры, то ли баллонкой на поводке и никуда не денешься. Слов благородного мужа не бабочка, а Мурасаки. «Это какого же царя?» – спросил усатый господин, сидевший за соседним столиком, глядя на Элизу с удовольствием, отчего ее глаза засветились чудесным блеском. «Ну как же, Василия Шуйского?» Он был ужасный, интриган и хитрец, но малодушный и не симпатичный. Слушатель тронул ус и осторожно покосился на Фондорина и Масум, пытаясь понять, с кем они приходятся красавицы. «Как интересно, сударыня, а я, представьте, из гимнастического курса ничего не помню. Царь отечества нужно знать», – укоризненно молдала Элизу. «Я вам сейчас все расскажу». Фондорин быстро скомкал салфетку и поднялся. «Пойду, уложу багаж, скоро станция». Вскочил и Маса, до сих пор помалкивавший и лишь кидавший на господида сочувственные взгляды. «Буду помогать». Элизе, слава богу, было не до них, у нее появились слушатели. Кроме усатого господина, еще несколько пассажиров заинтересованно смотрели на прелестную рассказчицу. «Весь багаж я уже сложил», – сказала Маса по-японски, когда они вышли из вагон-ресторана. «Вам нужно отдохнуть, покурите, господин, время есть». Из Чинстаховой до Варшавы шел и прямой поезд, но в кассе не оказалось билетов первого класса, а вторым Элизе ездить отказывалось, поэтому пришлось добавить в маршрут лишнюю пересадку в Кельцах. До этого губернантского центра оставалось не более четверти часа. И раз Петрович мрачно раскурил сигару. Японец деликатно вздыхал, отгоняя густой дым веером. «Я придумал, чем вас утешить, господин. Читали ли вы сказания о даране Кукумото, женившемся на девушке, которая оказалась лисицей?» «Не читал», буркнул Фондорин, но содержание легко угадывается. Какой-то самурай по имени Даран Кукумото женился на девушке, а она оказалась оборотнем. Мастер расстроился. «Вам неинтересно рассказывать. Вы все всегда знаете заранее, но даже вы не угадаете, чем заканчивается сказание». «Ну, как все истории про самурая и Куцуне, я полагаю», Ирос Петрович пожал плечами. «Или он ей снес голову с плеч, или она его загрызла». А вот и нет. Обе версии ошибочны. Японец засмеялся довольный. Лисица не загрызла Дарана, потому что она-то ведь в нем не обманулась, знала, за кого выходит. А Даран ее не зарубил, потому что самурай может зарубить жену, только если она изменила своему долгу. Даже если жена лисица. Но лисица оказалась верной супругой, и предлога, чтобы ее убить, у Дарана не нашлось. Поэтому он жил с ней до самой смерти, понемногу привык к ее повадкам, у него прожили кончики усов, и он даже научился есть сырую зайчатину. И вот что говорят люди, которые уже прочитали новый роман Акунина «Планета вода». «Планета вода» — это фантастика и приключения. Писатель создает целый подводный мир, где наука и техника ушли намного дальше в своем развитии, в отличие от мира на Земле, и создали угрозу захвата целого мира. Увлекательно читается буквально на одном дыхании. Обязательно понравится читателям неискушенным обилием фантастики». Или другой отзыв. Акунин, как всегда, на высоте. Сюжет тоже захватывающий и интересный, но для меня было небольшим разочарованием «Скорая развязка». События разворачиваются непредсказуемо, тебя захватывают события, и ты думаешь, что тебя еще ждет продолжение, но не тут-то было. Или вот еще один отзыв. «Планета вода дает все ожидаемое. Разнообразные сюжеты, места действия, атмосферу общения с главным героем, эдаким сверхчеловеком, простор для появления всех его способностей физических и умственных». Вот такие отзывы. Вдруг вагон качнуло. Тошнотворно заскрежетали тормоза. Раста Петровича кинуло на японца. Сигара, будто ожив, выскочила из пальцев, ударилась Остину, рассыпалась искрой и упала бы, но масса, хоть и потерявшей равновесие, успел ее подхватить. Поезд резко сбросил скорость, начал останавливаться. «Что такое?» Фондорин с моего в окно. «Города еще не видно. Вокруг поле». Мимо быстро шел кондуктор. «Почему задормозили?» «Не могу знать, сударь. Впереди поезд стоит, должно быть десятичасовой. Что-то на путях. И исчез за дверью». «Эраст! Эраст! Где вы?» – позвала из ресторана жена. «Господа, сходите кто-нибудь за моим мужем. Шестой вагон, второе купе. Пойду посмотрю, что там». Быстро сказал Фондорин, открывая наружную дверь, откуда пахнуло холодом и брызнуло снежной пылью. «Я с вами, господин». «Нет, побудьте с Элизой, она не любит оставаться одна». Спрыгнул. Из передних вагонов на насыпь тоже спускались люди. Все смотрели куда-то вперед. Перед пыхавшим дымом паровозом уже скопилась небольшая толпа, однако дальше не двигались. Приблизившись, Фондорин увидел, что совсем недалеко, в полусотне шагов, стоит другой состав, и последний его вагон, судя по синей окраске с золотым орлам, почтовый, оцеплен жандармами. «Не подходи, не подходи!» – строго покрикивал вахмистр. «Некрушение», – понял Эраст Петрович. «Должно быть какое-то препятствие на путях. Но почему же железнодорожные жандармы целый взвод?» И что стряслось с почтовым вагоном? Он шел прямо на караульного начальника, хотя тот все кричал свое «не подходи!» и даже замахал на штатского рукой. «Кто старший?» – спросил Фондорин. И было в его виде голосе повадки, что-то такое, от чего вахмистр перестал жестикулировать и подтянулся. «Его высокополгородие подполковник Павлов, начальник губернского управления». Эраст Петрович перещурился. Во время Японской войны он служил советником железнодорожной жандармерии и хорошо знал командный состав этого ведомства. Уж во всяком случае на уровне губернского начальства. «Павлов? Сергей Кондратьевич?» «Никак нет, Кириллович». «А, ну да, верно, Кириллович. Был такой, правда, в ту пору еще штабс-капитан. Звезд с неба не хватало, но старательный, дотошный. Оказывается, сделал карьеру начальник железнодорожно-жандармского управления по Келевск-губернику. «Пойдите, скажите ему, что здесь Фондорин». «Кто?» – переспросил Бахмистер. Как видно, он был не из старослужащих, иначе знал бы. Пришлось повторить фамилию. Поколебавшись не более секунды, Унтер козырнул и пошел к вагону. То и дело оглядывался, неуверенный, что делает правильно, оставив пост. Зато обратно от вагона несся со всех ног и все равно отстал от рослого офицера в синем мундире с болтающимися серебряными аксельбантами. «Господин Фондорин, не раз Петрович!» – кричал Павлов, умудряясь на бегу всплескивать руками. «Бог вас послал! Господи, и правда вы!» – сказал он, остановившись. «Что за чудо? И ничуть не изменились! Откуда вы здесь?» Подполковник пребывал в крайней степени возбуждения и, кажется, в изрядной растерянности. Причем отнюдь не из-за внезапного появления старого знакомца. Похоже на железной дороге, произошло нечто исключительное. Итак, отошедший отдел «Эраст Фондорин» занимается поисками затонувшего около двухсот лет назад корабля, перевозившего испанское золото. Для этой работы Фондорин и его помощники создали небольшую, но весьма технически продвинутую субмарину. Именно наличие этой субмарины и стало причиной того, что на Фондорина вышла британская разведка. События развиваются таким образом, что постепенно «Эраст Петрович» ввязывается в дело, связанное с Таллиной весьма могущественного ордена, желающего поработить весь мир. Удастся ли господину Фондорину на этот раз спасти мир от порабощения? Можно узнать это, только прочитав книгу, найти которую можно в центре чтения Дворца книги. А вы читали, Акунин? Напишите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин